Если говорить по этому более конкретно, то это ведь вообще достаточно нетипичная ситуация для естественной науки. Я думаю, все знают, что современная наука об эволюции представлена системой конкурирующих концепций. Есть сторонники дарвинизма, есть сторонники ламаркизма, есть сторонники перерывистого равновесия, есть сторонники многих других теорий. В свое время очень известный эволюционист Мейн насчитывал примерно 50 таких теорий, сейчас, мне кажется, счет пойдет уже на сотни. И это, в общем, не так уж типично для естественной науки. Как правило, в естественной науке есть одно очень широко распространенное понимание, и есть там какое-то количество ученых, которые с ним не согласны, которые ищут какие-либо новые концепции. Здесь же мы видим практически на равных конкурирующие совершенно разные теории, и этот процесс продолжается уже достаточно долго. При этом вопросы, которые обсуждаются, в значительной мере тоже воспроизводятся по-новому у каждого нового поколения исследователей. То есть, как и во времена Дарвина, да и сейчас, люди спорят о роли естественного отбора, роли борьбы за существование, о соотношении внутренних и внешних факторов эволюции, о том, сводится ли макроэволюция к микроэволюции или не сводится к ней. То есть, как бы получается так, что вопросы не решаются, во всяком случае, они поднимаются снова и снова в каждом новом поколении ученых. Причины такого состояния, они в общем понятны. Ну, во-первых, речь идет действительно об очень сложных явлениях, которые объективно очень сложно понять и в которых очень сложно разограться. При этом речь идет о процессах, которые продолжались в течение миллионов лет, которые принципиально ненаблюдаемы очень часто. Роль эксперимента в изучении эволюционных процессов очень ограничена, а при изучении, скажем, макроэволюции вообще близка к нулю. Поэтому формализовать эти процессы тоже очень сложно. Поэтому неудивительно, что процесс идет настолько медленно и настолько тяжело. Ну, я бы еще добавил крайнюю раздробленность биологии как науки, об этом будем говорить отдельно, это очень важная самостоятельная тема. Тут, конечно, напрашивается аналогия с философским знанием, потому что ведь философия тоже в известном смысле не решает вопросов. Многие из вопросов, поставленных еще в философии Древней Греции, до сих пор остаются в активном фонде философской дискуссии. Но, тем более, что очень ни для кого не секрет, что многие эволюционные теории в равной мере относятся и к биологии, и к философии. И именно популярность определенных философских концепций определяет популярность определенных биологических концепций. Тем не менее, мне кажется, что все-таки аналогия тут будет неполной. В случае биологической эволюции мы видим не какой-то инвариант, а просто очень замедленное развитие. Постепенно все-таки эволюционные вопросы решаются, и на сегодняшний день накоплено достаточно много вопросов в теории эволюции, которые у специалистов, по крайней мере, не вызывают вопросов. Тем не менее, некоторые не вызывают вопросов, а некоторые очень даже и вызывают. И поэтому существуют очень разные, очень во многом противоположные, активно конкурирующие концепции. И именно вот об этих концепциях мы будем говорить сегодня. Но тут, естественно, нужно найти какой-то способ классификации этих концепций. Потому что если концепция десятки, то тут возникает соблазн подойти к концепциям с позиции биологической систематики. То есть попробовать выделить среди них семейства, роды, виды и пытаться так анализировать. Я этим пытаюсь заниматься уже пару десятилетий. И примерно в конце 80-х разработал схему, в рамках которой и собираюсь сегодня представлять вам разнообразие эволюционных концепций. В свое время очень обрадовался, когда в книге Гранта «Эволюционный процесс» увидел схему, очень близкую к моему. Ну, вернее, это у меня схема, очень близкая к той, которая у Гранта. Но у Гранта разнообразие эволюционных теорий посвящено где-то полторы страницы, не больше. А мне кажется, что это самостоятельная тема, заслуживающая самого пристального внимания. Так вот, очень характерная черта этих теорий – это то, что при всем разнообразии все авторы явно существует тенденция к тому, чтобы к воспроизводству всего двух схем и всего двух линий аргументации. То есть, объективно, все теории стремятся к воспроизводству или теории Ламарка, или теории Дарвина. По большому счету, все эти десятки концепций – это или дарвинистские концепции, или ламаркистские, или какая-то эклиптическая смесь дарвиновских и ламарковских принципов, или это какие-то недодуманные концепции, где просто автор сам не задался вопросом о том, какие выводы следуют из его концепции. В свое время я, кстати, рассказал свою схему Борису Михайловичу Медникову. Он отнесся к ней очень скептически, высказал, что к этой схеме можно относиться разве что как к забаве. На самом же деле, реально существуют только теории эволюции, ламаркизм и дарвинист. Мне кажется, что это все-таки некоторое преувеличение, но, безусловно, тенденция такая существует, судя по всему пространству логических возможностей в теории эволюции. Очень ограничено. И существуют как бы аттракторы, центры притяжения, к которым стремятся, даже независимо от собственных положений авторы, когда пытаются изучать эволюцию. Ну, а поскольку этими аттракторами являются взгляды ламарка и дарвина, то необходимо напомнить, в чем суть этих взглядов. Честно говоря, когда готовился к лекции, я очень боялся рассказывать вот эту часть лекции о взглядах ламарка и о взглядах дарвина, потому что боялся реакции типа, ну, а кто же этого не знает. Поскольку все-таки и про ламарка, и про дарвина даже в школьном учебнике написано довольно-таки много. Но, с другой стороны, опыт показывает, что как раз знают о них не так уж много. Про ламарка, как правило, знают то, что он признавал наследование приобретенных признаков и считал, что длинная шея у жирафа возникла путем того, что жирафы из поколения в поколение тянулись все более и более высоким ветком, как мы видим на этой фотографии. И в результате этого путем наследования приобретенных признаков получилась жирафа. Это чистая правда. Ламарк действительно постулировал такой механизм, но не он был главным в его концепции, и не этим ламарк больше всего интересен. На самом деле, основная идея ламарка – это идея градации, это идея постоянного прогресса. С точки зрения ламарка, существует внутреннее стремление к прогрессу, которое приводит к тому, что дети из поколения в поколение имеют тенденцию быть немножко лучше, немножко прогрессивнее, немножко совершеннее родителей. А кроме этого, есть тенденция к адаптации, к приспособлению к условиям среды, которая может осуществляться просто путем прямого влияния среды. Например, стало холодно, выросла более густая шерсть. А может путем активной тренировки упражнений и неупражнений органов. Как, например, если мы занимаемся много спортом, у нас увеличиваются мышцы. Есть надежда, что и у наших потомков мышцы будут тоже хорошо развиты. При этом в теории ламарка нет вымирания, нет реальных таксонов. Есть только непрерывный ряд прогресса от низших форм к высшим. Даже если считать, что почти все в теории ламарка неправильно, а я придерживаюсь именно такой точки зрения, все равно надо учесть, что это было исключительно по значению научное достижение. Если вспомнить о доминировании креационистской мысли, о том, что в принципе все факты свидетельствовали в пользу именно креационизма, необходимо было исключительный уровень творческого мышления, для того, чтобы свести в единую схему разрозненные мысли об эволюции и создать первую стройную и первую целостную эволюционную концепцию. До ламарка были только отдельные эволюционные гипотезы, или вернее трансформистские на языке того времени. Ламарк создал первую теорию. И вторая концепция. Концепция, предложенная Дарвином. Дарвин исходит из совершенно разных принципов, из совершенно иных принципов. В первую очередь из принципа изменчивости. С точки зрения Дарвина, внутри любого вида, внутри любой разновидности существует значительная изменчивость, значительное различие между основами. Некоторые из индивидуальных особенностей наследуются, некоторые не наследуются. Некоторые совершенно случайно, вообще невозможно их связать ни с какими факторами среды. Некоторые четко вызваны средой. Как хотя бы та же самая более густая шерсть в условиях более холодной погоды. При этом организмы в условиях ограниченности ресурсов состязаются между собой. И если те или иные индивидуальные особенности способствуют выживанию, то естественно, что именно носители этих особенностей имеют больше шансов оставить потомство. И с поколения в поколение доля носителей этих особенностей будет расти. Это, если очень кратко, это Дарвиновский принцип естественного отбора. При этом, таксономическая иерархия, это существует, она вполне реальна, но она именно побочный результат естественного отбора. Побочный результат приспособления разных линий к разным экологическим нишам и вымирания промежуточных форм. Проиллюстрировать это можно. Я думаю, все помнят, что во многом Дарвин основывался на результатах своих исследований, звенных во время путешествия на Библии, когда он посетил, в частности, Белопогорских островах. На Белопогорских островах есть... Наоборот, наоборот. Спасибо. Есть индивидичные виды черепах. Один вид живет на острове, где растут большие кусты, довольно высокие, и у него вырастает такая же шея, как и у жирафы, именно для того, чтобы объедать эти кусты. Другой вид живет на острове, где есть только трава. Шея у этого вида, соответственно, совершенно короткая. При этом совершенно очевидно, что эти виды происходят от общего предка, который когда-то случайно заплыл на Голопогорские острова. И на каждом острове дал новых потомков. Таким образом, сам процесс эволюции направлен в сторону приспособления. Но побочным результатом является таксономическая разнообразие. А другим побочным результатом является прогресс. Таким образом, если у Ламарка фактически мы видим, что прогресс объясняется стремлением к прогрессу, приспособление объясняется стремлением к приспособлению, то у Дарвина совершенно логичное объяснение, которое не требует никаких стремлений. Все особенности живой природы объяснены как результат естественного отбора. И именно естественный отбор создает и приспособленность, и разнообразие, и он же приводит к прогрессу. И теория Ламарка, и теория Дарвина уже давно популярны среди философов, социологов, культурологов, ничуть не меньше, чем среди биологов. И нередко связывают те или иные социологические и культурологические концепции с дарвинизмом и ламаркизмом. В частности, довольно распространенное направление критики Дарвина – это представление о теории Дарвина как концепции борьбы каждого против всех, в которой побеждают самые жестокие и свирепые, которая является оправданием то ли капиталистической эксплуатации, то ли гитлеровского фашизма, то ли еще чего-то в этом роде. И на самом деле ничего похожего у Дарвина и близко нет. Соревнования ведь используются у Дарвина в сугубо косвенном смысле. Точно так же, действительно, у некоторых видов возможен и каннибализм, и какая-то агрессия против особей своего вида, но точно так же отбор во многих случаях поддерживает, наоборот, взаимопомощь, и именно отбором можно объяснить появление самых высоких форм альтруизма, в самом случае, такие модели существуют. Тем не философский и культурологический смысл вывести из концепции Ламарка и Дарвина, можно, их взгляды действительно, с точки зрения философской, диаметрально противоположны. Чтобы проиллюстрировать это, я, наверное, сделаю такое маленькое-маленькое отступление и скажу несколько слов о садово-парковом искусстве. Это искусство весьма и весьма развитое и весьма сложное. Ну, в принципе, существует два типа парков. Существуют регулярные парки, когда все ухожено, есть прямые линии всех, деревья принимают правильную форму, то есть природа максимально подчинена замыслу художника. На природу наложена схема, она очень красивая, она очень правильная, и именно этой схеме подчинены все растения, все животные, прочее, как все, что есть в парке. И есть другой подход к парку, это так называемый пейзажный парк. Когда парк повторяет рельеф местности, когда внешнее проявление работы художника сведено к минимуму, художник нам пытается не диктовать природе, а скорее подражать ей. Он стремится воспроизводить то, что видит в природе. Так вот, мне кажется, что эти два подхода очень точно иллюстрируют то, как мыслил Ламар и как мыслил Бяклер. С одной стороны, некие законы, которые провозглашаются и которые, как предполагается, управляют природой, с другой стороны, описание и воспроизводство тех сил, которые действительно существуют в природе. И в результате вот такого строгого эмпирического описания Дарвин приходит к гораздо более впечатляющим результатам, чем Ламар, когда пытается декретировать законы внутреннего стремления к прогрессу или упражнения и неупражнения органов. Наверное, еще я сделаю одно отступление, потому что, на самом деле, можно в какой-то мере противопоставить ученых позапрошлого века, таких как Ламар и Дарвин, ну, Ламар, вообще говоря, скорее вообще человек 18 века, по мере, по зрению, и современных ученых, потому что есть некоторые идеи, которые характерны для эволюционистов прошлого, как дарвинистов, так и ламархистов, но практически ушли на второй план в наше время. Прежде всего, это идея активности организма, идея активности особей. Ламар – это человек эпохи просвещения, Дарвин – это человек эпохи либерализма. Для них очень важна именно индивидуальная активность. Жирафа не просто видоизменяется, она активно тянется к более высоким веткам, ее эволюция – это результат во многом ее личных усилий. Теория Ламарка – это теория индивидуальной активности особей. Точно так же и у Дарвина. Нет такого, что животные пассивно отбираются или пассивно уничтожаются. Животные, они вполне активны. И не только животные, растения тоже. Если растение, скажем, в пустыне борется с засухой, то оно не просто высыхает, оно наращивает курии, оно максимизирует одни физиологические процессы и минимизирует другие. То есть, оно активно сопротивляется высыханию. Точно то же самое происходит и в любых других формах борьбы за существование. То есть, теория Дарвина – это тоже теория индивидуальной активности. Но в теориях эволюции, которые были наиболее популярны в 20 веке, индивидуальная активность в значительной мере уходит на второй план, хотя и совсем не отрицается. Все большая популярность имеет концепции какой-то баланса средних величин, когда реально ни от кого ничего не зависит, когда массы замечательных животных гибнут в результате каких-то катастрофических событий, и никто ничего изменить не может, когда действуют какие-то силы, которые влекут таксономическую группу к расцвету, а потом к неизбежному вымиранию, и ничего изменить тут тоже нельзя, ни от кого ничего не зависит. Причем эти силы уже никому, даже и в страшном сне не захочется назвать прогрессом. Эволюция идет к филогеронтии, к филогенетическому старению, конец этого смерти, этого меропления. Ну, в принципе, тут, в общем, все понятно. 20 век дал людям совершенно определенный опыт, совершенно четкое впечатление, что ни от кого ничего не зависит, и это, конечно, определенным образом отразилось на тех концепциях, которые развивались в 20 веке. Тем не менее, думаю, что принцип индивидуальной активности, он сохраняет свое значение. Классики 19 века были ближе к истине, как мне кажется. Теперь о классификации эволюционных концепций. Классифицировать можно по разным критериям. Главный из них – это представление о движущих силах эволюции. Мне кажется, что логично по этому принципу разделить теорию эволюции на четыре больших группы. Первая группа – это представление о направленной эволюции. Это эволюция, как реализация некоторой программы развития или стремления к какой-то цели. Про сути дела, это развитие идеи Ламарка о градации, о стремлении к прогрессии. Вторая группа – это эволюция, основанная на прямом влиянии среды или на посвенном влиянии через упражнения или неупражнения органов. В принципе, это те концепции, которые обычно называют не очень точным механоломархизмом. Третья группа концепций – концепции, которые сводят эволюцию к ненаправленной изменчивости. Существуют какие-то мутации, эти мутации изменяют определенным образом организм, и вот вся эволюция к этим мутациям и сводится без всякого естественного отбора, без стремления к прогрессу и без других дарвиновских и ламарковских факторов. И, наконец, четвертая концепция – это концепция эволюции путем естественного отбора, то есть концепции дарвинизма. Второе позначение критерий, которые я бы выделил, это о том, какие темпы эволюции признаются. И Дарвин, и Ламарк считали, что эволюция развивается очень медленно и очень постепенно. Эта концепция называется градуализм, причем у Ламарка градуализм принципиальный, поскольку он отрицает реальность таксономичных тапсонов. У Дарвина градуализм умеренный, он все-таки признает, что, скажем, в начале развития истории вида, вид изменяется быстрее, чем большую часть своей истории. Многие эволюционисты исходят из концепции так называемого сальтационизма или пунктуализма, согласно которому существует, в эволюции каждой группы существует и так, очень быстрого изменения, так называемого сальтации, слово, я думаю, понятно, как слой сальто-мортали, прыжок на латинском языке. И есть период стазиса, когда никаких изменений не происходит. С точки зрения сальтационизма, стазис и сальтация определяются разными эволюционными факторами. Можно говорить о источниках изменения. Автогенез ищет источники эволюционного изменения внутри организма, эктогенез видит их во внешней среде. Ну, дарвинизм и некоторые другие концепции по этому принципу находятся как бы посередине. То есть, строго говоря, конечно, это эктогенез. Источник мутаций находится во внешней среде. Но реакция организма на изменения, она определяется скорее спецификой организма. То есть, тут есть нечто общее из автогенеза. Ну, можно, конечно, и другие привести примеры. Вот Завадский в своей интереснейшей книге об истории эволюционных учений предлагает разработать концепцию, основанную на обоснованности эволюционных концепций. То есть, разделить отдельно хорошо обоснованные разработанные теории, отдельно работающие гипотезы, отдельно спекулятивные построения. Я набросал, в принципе, такую классификацию, но решил специально об этом не говорить, чтобы не шокировать приверженцев никаких концепций, тем, чьи концепции я считаю спекулятивными, а чьи обоснованными. Итак, я буду исходить из классификации, основанной на движущих силах эволюции, но при этом буду говорить и об обоснованности, и о темпах эволюции, и об источнике изменений. Итак, у нас есть четыре, если можно так сказать, биологических семейства, внутри которых можно выделить множество родов и видов разных эволюционных концепций, которые ведут между собой борьбу за существование. Итак, первая группа, которую я называю телеогенез или финализм. Ну, вообще говоря, еще используется название ортоламаркизм, но, и оно, пожалуй, было бы абсолютно правильно, но, наверное, его не стоит использовать, просто потому, что далеко не все приверженцы этих концепций признают свою генетическую связь со взглядами Ламарка. Например, Берг, автор теории намогенеза, одной из самых известных концепций такого рода, категорически отрицал, какую бы то ни было приемственность с Ламарком, несмотря на то, что как раз его концепция, на мой взгляд, исключительно близка к взгляду Ламарка. Поэтому, что же касается названий телеогенез и финализм, то тут, я думаю, никаких сомнений нет. Это эволюция, направленная к некой цели. Эволюция на основе реализации изначально заложенной программы. Кстати сказать, сам термин эволюция в свое время означал именно такой процесс, то есть реализацию некоторой изначально заложенной программы. Вообще говоря, латинское слово «эволютио» — это ведь раскрытие книги. А книга у древних времен, как все знают, это свиток, который надо было разворачивать. Вот именно так и представлялась многим эволюция, как развертывание предсуществующих зачетов. И один из известнейших приверженцев телеогенеза, наш соотечественник Соболев, еще иронизировал, что, собственно говоря, на каком основании Дарвина считают основоположником теории эволюции. Он ведь никакой не эволюционист, он трансформист. Он изучает трансформацию органических форм. У него нет никакой эволюции. В его концепции нет никаких заданных программ, нет никакой цели. Там есть только трансформация путем естественного отбора. Настоящая теория эволюции должна исходить из внутренне заложенной программы, которая подчиняет себе любые изменения. Вот Соболев как раз предложил одну из самых известных и самых разработанных версий такой программы. Итак, какая основная идея концепции телеогенеза? Ну, прежде всего, это то, что направление эволюционных изменений изначально определено, и эволюцию можно трактовать как осуществление внутренней программы или как реализацию какой-то цели. Суть этой программы может трактоваться очень по-разному. Ну, многие трактовали это примерно как ламат. То есть, скажем, батмогенез американского палеонтолога КОПа или автономический артогенез Берга, а это очень похоже на ламарковскую градацию. Там просто нет никаких принципиальных различий. Не менее известный американский палеонтолог Осборн предложил концепцию аристогенеза. Ну, она фактически отличается от градации разве что тем, что Осборн считал, что каким-то путем этот процесс обеспечивает и прогресс, и адаптацию. Каким образом, я, к сожалению, не рискну сказать, я этого так и не смог понять. Очень известный немецкий палеонтолог Абель считал, что существует некая аналогия между эволюционными процессами и тем, что изучает механика. Существует филогенетическая инерция, которая и приводит к тому, что эволюция становится строго направленной. Кто-то давал этой направленности мистическая трактовка. Например, немецкий же исследователь Бойерлин видел в ней реализацию процесса победы духа над костной материей. Естественно, что это процесс направленный и ведущий к большому пропорту. Ну, отсюда уже прямая дорога к чисто спиритуалистической интерпретации эволюции. Эволюция как процесс, заданный Богом и идущий к той цели, которую Бог заложил. Самую известную версию телеогенеза такого рода предложил французский палеонтолог и по совместительству отец и иезуит Теярда Шарбея. Очень важная особенность телеогенетических или финалистических концепций это строгий детерминизм. Эволюция не может строиться на случайности. Она строится на совершенно определенных детерминистических законах. Об этом больше всего писали французский генетик Кено. У него, собственно говоря, он свою концепцию даже называл концепция антислучайности. И российский и советский географ и их теолог Берг. Он назвал свою концепцию Номогенез, то есть эволюция на основе закономерности. А дарвинизм иронически называл Тихогенез. Ну, Тихо это тоже, в принципе, закономерность, это закономерность, как бы это сказать, закономерность стахастическая. Это закономерность какой в рулетке можно выиграть, а можно проиграть. То есть, вот эта вот случайность в роли закономерности, это удел дарвинистов, а финалисты, телеогенетики строят эволюцию строго на закономерности. Ну, есть ли в природе такие процессы? Строгие, детерминированные, закономерные, основанные на реализации какой-то программы. Безусловно, есть. Самый прямой пример – это антогенез. Как вы знаете, антогенез строго направлен, строго закономерен, случайность играет в нем очень незначительную роль. Ну, и как знает наука, современная основа на реализации какой-то программы. И очень типично для телеогенетиков признавать тождество закономерности эволюции и антогенеза. Наиболее подробно эту концепцию разработал французский зоолог Ван Дей. Ему же принадлежит оценка эволюции как транс-индивидуальный антогенез. Но, в принципе, об этом говорили и другие. Иногда эта аналогия, которую сторонники данного направления считают отнюдь не только аналогией, продвигается дальше. Например, говорят о стадиях молодости вида, его зрелости, расцвета, умирания и смерти. Каждый вид и даже каждый более высокий таксон в своей эволюции проходит этап постепенного разрастания, расцвета, когда даются размножения, когда образуются дочерние формы, а потом постепенно вырождается и вымирает. Такие концепции в свое время были очень популярны. Подобного взгляда на эволюцию придерживался Собелев, о котором я уже говорил, а наиболее подробно разработал их немецкий палеонтолог Шейнде Вольф. Некоторые телеогенетики практически вообще отрицают какое бы то ни было появление каких-то бы то ни было эволюционных новаций. С их точки зрения эволюция это реализация предсуществующих зачатков того, что было записано в некой программе. Честно говоря, некоторые из концепций это уже выглядит вообще как такая скрытая форма креационизма. Другие телеогенетики наоборот подчеркивают творческий характер эволюции и видят аналогию между эволюцией и человеческим творчеством. Ну, это тоже в общем понятно, ведь творчество это направленный процесс, если мы что-то хотим сделать, то мы как-то сначала у нас есть какой-то замысел, какая-то цель, и можно попробовать найти аналогию между путем к цели и эволюционным процессом. Такими аналогиями в свое время очень увлекался известнейший французский философ Бергсон. На мой взгляд, это прямой путь к чисто мистическому представлению об эволюции, как реализации какого-то замысла, хотя бы как в этих теориях Горлина о победе духа над материей, или спиритуалистической, как у Теярда Шардына, когда творческий разум, который управляет эволюцией, отождествляется сгуком. Пока что я не рассказал почти ничего такого, что противоречило бы взглядам Ломарка. Вообще поражает, насколько разная аргументация, разная стилистика, но при этом реально суть концепции почти не отличается от Ломарковской. Но есть и некоторые тезисы, по которым современные финалисты очень отошли от Ломарка. Во-первых, Ломарк был строгий градуалист, большинство современных телегенетиков наоборот считают эволюцию весьма и весьма скачкообразной, более того, признают влияние катастрофических событий в эволюции. Здесь, пожалуй, наиболее велики заслуги уже упомянутой во мной Шинде-Вольфа как автора концепций, которые все в совокупности называют неокатастрофизмом. Концепции о том, как какие-то катастрофические явления влияли на эволюцию. Идеи Шинде-Вольфа как о старении вида, так и о катастрофических событиях очень повлияли на современный эволюционизм. При том, что сам Шинде-Вольф в старости заметно смягчил свою позицию и хотя он и не стал сторонником дарвинизма, но тем не менее отказался и от теории последовательной системы ФАС, и от многих других, и явно его позиция сблизилась с взглядами, скажем, Симпсона и других дарвинистов. Далее, источник изменений, ну, как правило, телеогенетики стоят на позициях внутреннего источника, являются автогенетиками, но, тем не менее, в некоторых концепциях у того же Шинде-Вольфа признается и роль сведения. Ну и, наконец, Ламарк вообще отрицал как бы то ни было реальность видов, родов, семейств, других, токсонов, вплоть до того, что утверждал, что вообще реально существуют только виды, между любыми токсонами можно найти переходные формы, по мнению Ламарка. Современные финалисты, наоборот, склонны считать вид и высшие токсоны какими-то суперорганизмами, которые обладают собственной целостностью, природа которой может пониматься очень по-разному, и эволюционируют тоже как целое. Что можно сказать о концепциях финализма? В наше время, пожалуй, они не очень популярны, я даже не могу назвать какие-то яркие примеры финалистических концепций, выдвинутых в последние десятилетия. То есть, были какие-то концепции скорее странные, чем по-настоящему оригинальные. Например, была модель Лимы де Фарри под названием «Эволюция без отбора», это полная детерминация биологической эволюции какими-то кристаллохимическими и физическими закономерностями. Она, на мой взгляд, была очень слабо обоснована, но, тем не менее, такие попытки были. Тем не менее, в принципе, сейчас, мне кажется, финализм в целом не очень популярен, однако многие идеи, которые изначально разрабатывались сторонниками этих теорий, стали, вошли в активный фонд современной науки и очень активно дискутируются. Это и концепции сальтоционизма, скачкообразного порождения новых транссонов, концепции внутренних источников развития, а главное, концепция ограничений на эволюционный процесс. Существуют ли какие-то генетические ограничения на то, как может происходить эволюция. Это очень интересные темы, которые были подняты именно телеогенетиками и разрабатываются до сих пор, так что мы должны быть благодарны авторам этих концепций именно за очень интересные мысли и постановку очень важных вопросов. Следующая группа концепций, концепции физиогенеза и генетогенеза, то есть эволюция, которая детерминирована прямым влиянием среды. Прямое влияние среды это процесс, который идет по... Он очень хорошо известен в физиологии. Определенный стимул приводит к определенной реакции. Похолодало, выросла густая шерсть. Были физические нагрузки, выросли мышцы. Были еще какие-то изменения, тоже появляется адаптивное, полезное изменение. Иногда это изменение просто за счет самого влияния среды, это так называемый физиогенез, то есть прямое влияние среды. Иногда путем упражнения и неупражнения органов. Это называется генетогенеза. Концепции подобного рода это то, что в быту обычно называют механоламаркизм или просто ламаркизм. На мой взгляд, это неверно. Сам Ламар был по этой терминологии ортоламаркизм. Он считал, что адаптация только нарушает процесс эволюции на пути прогресса. то есть в его концепции направленность эволюции это некоторое выражает современным языком равнодействующее между прогрессом и приспособлением. Физиогенетики и кинетогенетики как раз видят только приспособление, причем прямое приспособление и не видят градации, не видят стремления к прогрессу. настоящий автор этой теории, то есть какие-то гипотезы были и раньше, безусловно. Например, можно вспомнить российского ученого Рулье, создателя первой единственной до-дарвиновской школы биологов-эволюционистов и косвенным образом учителя учителей практически всех российских, а потом и советских биологов. Но он не создал самостоятельную концепцию, поэтому создателем физиогенеза и кинедогенеза пожалуй следует считать Спенсера, очень известного философа, фактически может не самого глубокого, но точно самого популярного философа 19 века. Он еще до Дарвина создал самостоятельную концепцию эволюции, суть которой стремление к равновесию. Если в результате изменение среды или изменение организма, организм теряет равновесие со средой, то он должен восстановить это равновесие или путем прямого приспособления или путем естественного отбора. Вот такое сочетание дарвиновских и ламарковских принципов лежало в основе теории Спенсера. Спенсер может и не вошел в историю как основоположник механоламаркизма, если бы в конце жизни он не написал брошюру под названием «Недостаточность естественного отбора», где все-таки отдал приоритет ламарковским факторам. Вейсман ответил на это тоже полемической брошюре «Всемогущество естественного отбора», что и стало началом дискуссии между ламаркистами и дарвинистами, которые не прекращаются продолжаются уже более ста лет. Ламаркистов было очень много среди экологов и физиологов конца 19-го и начала 20-го века. Они стремились продемонстрировать наследование приобретенных признаков и показать, что именно таким путем идет эволюция. Развитие генетики практически полностью перечеркнуло эти исследования. генетика показала, что приобретенные признаки не наследуются, что та изменчивость, которая нужна для того, чтобы заработал механизм физиогенеза и генетогенеза, существует, но не годится для эволюции. Вспомним еще раз. Нужны изменения массовые, приспособительные, адекватные, необходимые, адекватные условиям среды. Существуют такие изменения у живых организмов? Безусловно, существуют. Это адаптивные модификации. Они строго детерминированы, они массовые, они приспособительные. У них есть только один недостаток. Они не наследуются. И факт ненаследуемости модификации привел к полному краху классических версий физиогенеза или генетогенеза в 20-30-х годах 20-го века. В наше время предпринимаются многочисленные попытки возродить эти концепции на основании некоторых новых данных. Сейчас можно сказать такой преобразованный механоламархизм переживает свое, я бы сказал, второе рождение. Какие данные? Они достаточно известны. Это данные об обратной транскрипции, о прионах, о эпигенетике. Все это различными исследователями было использовано для обоснования механоламархизма. Как трактовать эти данные? Ну, тут, видимо, надо разделить два вопроса. первое, может ли идти эволюция таким путем, и второе, соответствуют ли эти данные схеме ламагида. Здесь, судя по всему, мы должны прийти к выводу, ну, во-первых, вопрос о существовании механизма подобного рода достаточно сложен и требуют как минимум очень серьезного изучения. Как, в принципе, можно себе представить наследование приобретенных признаков в терминах современной науки? В результате действия среды происходит какое-то адаптивное изменение, то есть модификация. Эта модификация может быть закреплена теми или иными путями. Действительно, существуют определенные механизмы, которые фиксируют определенные состояния, даже на уровне ДНК, то же самое метилирование, которое может, в принципе, закрепить модификацию. Дальше должен существовать какой-то механизм, который перенесет информацию о новом состоянии признака от самого признака к его генотипу, ведь иначе он не станет наследованием. Как известно, такой процесс запрещен обобщением, которое получило название центральной догмомолекулярной биологии. Для меня остается полной загадкой, почему концепцию, которую очень строго доказывали, с которой многие спорили, называют догмой, в то время, как, например, и креационисты свои догмы называют научными концепциями. Однако, будем считать, что молекулярные биологи, используя такое название, демонстрируют свой здравый смысл, чувство юмора и свободу от каких бы ни было стереотипов. не так. Генотип это прежде всего белок. Белок должен, если у нас в результате каких-то модификаций изменились белки, должен быть механизм, который передаст информацию от белка к генотипу, то есть к ДНК. Реально мы знаем очень четкие механизмы, которые передают информацию от ДНК от РНК и от РНК к белкам, но, увы, не знаем никаких механизмов, которые переносят информацию дальше. То есть реально у нас есть три типа семантиб, три типа информационных макромолекул, это ДНК, РНК и белки, и, соответственно, гипотетически возможны девять механизмов матричного синтеза. Первый вариант синтез ДНК на матрице ДНК, то есть всем известная репликация ДНК. Тут никаких сомнений нет, как и в отношении всем известной транскрипции синтеза РНК на матрице ДНК и трансляции синтеза белка на матрице РНК. Кроме того, в каких-то экстремальных условиях возможен синтез белка непосредственно на базе ДНК. Возможно, у некоторых вирусов, у которых геном состоит из РНК, репликация РНК, наконец, известна обратная транскрипция, то есть процесс синтеза ДНК на матрице РНК. Обратная транскрипция в свое время была очень популярна среди приверженцев ламархизма. То есть предполагалось, что поскольку есть какая-то информация, то она может быть передана от РНК до ДНК. Я не думаю, что она может быть так предпередана, потому что в любом случае белки ни поим образом, ни при каких обстоятельствах не являются матрицами. Они являются только продуктов матрицы. Я очень долго вообще искал нет ли есть ли какие-то подтверждения по поводу возможности для белков быть матрицами. Периодически бывают такие сообщения. Нашел, к сожалению, на сегодняшний день только одну работу. Японский молекулярный биолог Носимота смог построить молекулу РНК рибозим с каталитическими свойствами, которая может реагировать с аминокислотой аргинином и строить цепочку из трех нуклеотидов, соответствующих триплету, который кодируется аргинином. Ну, то есть, грубо говоря, нечто похожее на обратную трансляцию. Однако, это ведь только первый шаг. То есть, нет никаких данных, что подобные рибозимы существуют в реальной природе. Нет никаких данных, что можно построить такие рибозимы для остальных аминокислот. Совершенно неясно, как должен происходить процесс в природе. Ведь белок, это ведь не линейная молекула информационная рНК, как правило, имеет вторичную, третичную, а то и четвертичную конформацию. Соответственно, его надо сначала денатурировать. Денатурировать его можно только достаточной, ну, его вообще может быть температурой, но для живой клетки более реалистично денатурировать его с помощью сильных ферментов. Сильные ферменты, очевидно, будут денатурировать не только нужный белок, но и все белки вокруг себя. После этого линию белка надо как-то провести через рибозимы и построить на них молекулы нуклеиновой кислоты, а потом собрать белок снова. То есть, данные насимода это в лучшем случае научились рисовать букву А и то не очень уверенно, и предполагать, что рано или поздно мы научимся писать по-настоящему. В принципе, тут ведь в чем проблема? Для нуклеиновой кислоты существует два основных типа связей. Водородные и фосфодиэфирные. Водородные связи строго специфичны. Они основаны на аденин может реагировать только с тимином или урацилом, цитозин только с горбином. Поэтому на матрице всегда можно построить другую матрицу. Для белков известна только пептидная связь, она не специфична. Для любых комбинаций аминокислот пептидные связи совершенно одинаковы, поэтому белки никак не годятся на воле матрица. Тем не менее, я бы все-таки не был того, скажем так, совсем уже критичен к этим исследованиям. То есть изучать эпидеметические изменения нужно, проверять нужно и анализировать нужно. Хотя на сегодняшний день я не вижу никаких данных для реализации того сценария, о котором я говорю. тут всегда нужно быть крайне осторожным, потому что если существует наследование приобретенных признаков, это ведь не может быть какое-то разовое явление, обнаруженное только в некоторых лабораториях. Если оно существует, оно должно проявляться постоянно и регулярно, тогда почему его не выявляли много поколений исследователей, которые посвятили много десятилетий в начале 20 века выявлению наследования приобретенных признаков. Куда оно делается? Тут всегда надо помнить о том, как что когда мы экспериментируем на пределе возможностей метода, всегда есть возможность инструментальной ошибки. Вспомним, как когда-то Павлов допустил, что условные рефлексы могут наследоваться и действительно показал это на своих лабораторных собаках, потом выяснилось, что лаборант, которому было поручено вырабатывать условные рефлексы, с каждым новым поколением собак учился все лучше и лучше, поэтому у него с каждым новым поколением все меньше и меньше времени уходило на выработку рефлексов. То есть тут вероятность ошибки очень велика, но самое интересное на самом деле, что даже если эти механизмы будут обнаружены, то есть я повторяю, я пока не вижу оснований для этого, это никоим образом не приблизит нас к триумфу механаломаркизма. Дело в том, что в ДНК ведь там нет описания организма. то есть белки да, можно где-то как-то считать, что это компоненты некоторых признаков, но каждый признак создается множеством генов и не существует механизма перейти от признака ко всем генам, которые участвовали в его формировании. я попробую проиллюстрировать это на простом примере. Вот есть такая программа MATLAB, в которой можно закодировать рисунок, изображающий новогоднюю елочку. Рисунок, согласитесь, довольно сложный, на мой взгляд, очень симпатичный, его можно использовать в новогодних открытках и во многом другом. есть программа для написания этой елочки. Вот фрагмент ее. На самом деле она довольно длинная, никак не поместится на слайде. Если это кого-то интересует, вот адрес этой программы. Так вот. Допустим, что мы хотим изменить эту елочку. Ну, то есть хотим изменить цвет какого-нибудь украшения или нарисовать там новое украшение или может перекрасить елочку из зеленого цвета в красный. Это ну, если даже если мы это сделаем на данном рисунке, то программа это никак не изменит. Мы у нас нет механизма идя от программы идя от рисунка перейти к программе. Самое большее, что мы можем сделать, это смотреть программу. Возможно, мы найдем там какие-то слова. Какие-то положения, меняя их мы можем как-то изменить. Ну, скажем, найдем там слово green, заменим его на слово red и будем надеяться, что после этого елочку она будет рисовать красного цвета. Это полный аналог мутации. но у нас нет никакого способа от вот этого вот шарика перейти ко всем тем операторам программы MATLAB, которые участвуют в рисовании данного шарика. А участвует несколько операторов. то есть в программе нет никакого чертежа елочки. Нет никакого соответствия между элементами рисунка и элементами программы. Рисунок возникает в результате взаимодействия команд системы MATLAB. Перейти от любого элемента к рисунку к этой системе мы не можем. То же самое мы видим и в генотипе. Генотип ведь не содержит описание признаков организма. Он содержит описание команд для расстроения организма. Если бы в генотипе были записаны все признаки, тогда да, гипотетически можно было бы представить ламарковский механизм эволюции такого организма. Только организм правда бы с собой вымер, поскольку его геном был бы намного порядка вы больше, чем геном любого из настоящих организмов. Это, кстати, очень парадоксальная вещь. Сторонники современного ламаркизма очень любят критиковать своих противников за отсутствие системного подхода, за редукционизм, за представление о том, что каждый ген кодирует один признак, что, безусловно, противоречит системному подходу. Но на самом деле как раз физиогенез и кинетогенез реально могут работать только в случае представления однозначной детерминации каждого признака организма каждым геном этого организма. Поскольку такого не существует, я думаю, что даже если будут обнаружены какие-то механизмы передачи информации от фенотипа к генотипу, все равно ламарковские механизмы работать не будут. Тем не менее, повторяю, самое по себе исследование эпигенетических процессов очень важны, очень интересны и, безусловно, очень перспективны. Следующая группа концепций. Это очень разнородная группа. Я называю эти концепции мутационизм и близкие концепции. На самом деле там очень много и не очень похожих концепций. Общая между ними это то, что изменчивость эволюции, как они в прошлом случае, приравнивается к изменчивости. Однако изменчивость трактуется строго в соответствии с тем, что мы знаем из современной генетики. Она может быть даже не направленная, но тем не менее в результате изменчивости возникают новые виды, новые типы, а роль естественного отбора сводится просто к выбраковке некоторых неудачных вариантов. Настоящее творчество происходит на уровне изменчивости. В принципе, такие концепции высказывались очень рано. По-моему, одна из первых эволюционных концепций подобного рода была выдвинута Кёликером в 1864 году, то есть почти сразу после Дарвина. Потом близкую концепцию гетерогенезиса развивал российский исследователь Хоржинский. Но настоящий рассвет подобных концепций начался после переоткрытия закона Мендера, когда казалось, что строгая комбинаторика наследственных зачатков не оставляет места для неопределенной изменчивости Дарвина, и что этих механизмов, которые описывают законы Мендера, достаточно для описания эволюции. Ведущим теоретикам новой концепции, которая получила название мутационизм, стал Дефриз, один из тех исследователей, которые переоткрыли законы Мендера. Но в принципе в той или иной степени сторонниками мутационизма были почти все ведущие генетики первого поколения. Вернее, наверное, второго поколения, если считать Мендера первого поколения. И другая конкурсия. С точки зрения Дефриза эволюция сводится к мутациям. В результате мутации возникает новый вид. Видов появляется много, некоторые, конечно, вымирают, но в принципе эволюция это вот такие вот скачкообразные изменения. Другой представитель этого направления, Бетсон, считал, что даже мутации не так уж необходимы, достаточно просто перекомбинирование гамет при скрещивании, чтобы создавать новые комбинации, именно эти комбинации и эволюционируют. У Бетсона был принцип присутствия и отсутствия, когда появление нового признака объясняли потери того или иного гена. Лотси объяснял этот процесс уже просто на уровне комбинаторики, но отсюда прямая дорога к полному отрицанию эволюции. И если вообще ничего не меняется, а просто мы перемешиваем одни и те же гены, то можно себе представить некий суперорганизм, в котором есть все гены, перемешивая их в разных комбинациях, мы получаем любые другие организмы. Этот логический вывод был с Диан-Шведским генетиком Геррибертом Нильсеном, про эту концепцию я даже уже затрудняюсь сказать, что это доведенный до логической точки гибридогенез или очень нестандартная версия криационизма. Особой эволюции фактически в этой концепции уже нет. Либо мутационизм в некотором смысле очень счастливая концепция. В том смысле, что это единственная теория, которая удалось на какое-то время потеснить дарвинизм из лидеров эволюционной мысли. Дарвинисты лидеры, ну, скажем так, были наиболее известны, наиболее разработаны, были ведущими эволюционистами до переоткрытия законов Менделя и где-то начиная с 30-х и 40-х годов. В промежутке дарвинизм пережил тяжелейший кризис, а доминировали отчасти мутационисты, отчасти сторонники орта, механа и психоломартизма. Однако очень быстро дарвинисты поняли, что только анализ наследственности позволяет разобраться в проблеме и сделать выбор между мутационизмом и селекционизмом. Поэтому возникло биометрическое направление, направление дарвинистов, которые пытались математически проанализировать заходы Менделя и опровергнуть их. Наиболее известным представителем этого направления был Уэлден, который привлек к этим исследованиям Пирсона. Пирсон вообще был физик, математик, но, видимо, решил все-таки попробовать свой талант по-настоящему серьезных, по-настоящему сложных вещах и стал одним из классиков эволюционной теории, а также создателем многих методов математической статистики, которыми мы пользуемся до сих пор. Результатом работы этого направления стал синтез генетики и дарвинистов. Он был осуществлен Фишером, который показал полное совпадение представлений Дарвина о неопределенной наслед, о неопределенной изменчивости и данным генетиков о распределении и динамике мутаций. Это стало основой синтетической теории революции, о ней поговорим чуть позже. Соответственно, получилось так, что новая теория во многом объединяет все лучшее, что было в старом гарвинизме и в новом мутационизме. А в дальнейшем самостоятельные версии мутационизма предлагались, ну, по-моему, практически для каждой из форм наследственной изменчивости. для дупликации генов, для горизонтального переноса, для самых разных концепций. Ну, и сейчас, я так понимаю, практически каждая новая форма изменчивости вызывает попытки объяснить все эволюционные явления именно исходя из новых данных. Близкий подход был предложен Гольдшмитом. это очень известная теория перспективных монстров. Суть теории в том, что возможны стремительные переработки генетического материала, которые приводят к образованию принципиально новой организации, вот этого самого перспективного монстра. Монстром, потому что очень отличается от своих родителей, а перспективный, потому что может дать начало новому ритулу. Суть механизма этого процесса Гольдшмит видел прежде всего в макромутациях, мутациях, которые меняют процессы развития и направляют его в какую-то новую сторону. Концепция Гольдшмита вызвала в свое время весьма решительную критику, но достаточно вспомнить то, что хорошо известны данные, что чем больше фенотипическое проявление мутаций, тем меньше жизнеспособность данной особи. То есть это как-то не очень надежная база для формирования нового вида. Тем не менее, смягченный вариант этой концепции, получивший название теории прерывистого равновесия и предложенный Голдом и Элдриджем, кроме того, ведущим теоретиком этой теории стал также Стэнли, эта теория получила огромную популярность в конце 20 века и стала одной из лидирующих в современном эволюционизме. Кроме того, еще одна концепция из этой группы это теория нейтрализма, предложенная Геннурой. Вот я, наверное, скажу несколько сток именно об этих, как наиболее популярных концепциях. Теория прерывистого равновесия это в некотором смысле компромисс между синтетической теорией и теория Гольчмика. С одной стороны признаются скачкообразные изменения, которые приводят к появлению новых видов. С другой стороны определенная роль остается и для отбора. Механизм изменений это макромутации меняющие развитие весьма важно для прерывистого равновесия это то, что теоретики этой концепции были палеонтологи. Поэтому для них очень важны были именно некоторые чисто палеонтологические нюансы. Ну, прежде всего с точки зрения прерывистого равновесия вид это то, что отписывается морфологическими признаками. Теория прерывистого равновесия строго исходит из ассоциации между видообразованием и морфологическим изменением. Но я предоставляю всем зоологам самим судить насколько это обоснованно и убедительно. Кроме того, палеонтологическая летопись представляется более или менее полной. Утверждения о неполноте палеонтологической летописи, которые очень важны для дарвинизма, считаются ошибочными. С точки зрения Голда и Элдвинша, переходные формы не обнаружены, потому что их действительно не было, потому что эволюция идет скачками. Ну и, наконец, очень важно то, что дарвиновская адаптация признается, в принципе, но считается, что ее роль значительно меньше, чем считается. Значительная часть признаков это побочные результаты совсем других процессов. очень интересно то, что процесс макроэволюции в теории Голда и Элдвинша, и особенно у Стэнли, выглядит как некая аналогия тому, как сторонники дарвинизма понимают микроэволюцию. Считая каждую мутантную особь некоторой аналогией вида. Итак, в популяции происходят мутации, появляются новые особи с какими-то новыми признаками. Это по синтетической тюмории. В группе видов происходит видообразование, скачкообразно появляются новые виды с новыми признаками. Признаки могут изменяться произвольным образом. Происходит генетический дрейф на уровне особей в теории синтетической и филогенетический дрейф на уровне видов в теории преревистового анонимсия. В результате в популяции происходит естественный отбор, в группе видов происходит отбор видов. То есть полная аналогия. Но именно эта аналогия делает саму концепцию не очень правдоподобной. Потому что одно дело тысячи особей в популяции и множество разных вариантов и другое делает токсоны, которые могут состоять из десятков сотен видов. Представьте себе эволюцию какого-то по-настоящему сложного органа, такого как глаз или мозг или хотя бы рука. Сколько нужно этапов для того, чтобы какие-то грибневидные структуры каких-то круглородных превратились в руку. По-видимому, для этого нужно накопление огромного количества мутаций. Между тем, видов от каких-то щитковых до человека прошло не так уж много. Материал для отбора видов явно недостаточен. Тогда материал для индивидуального отбора явно гораздо больше. Поэтому теория превривистого равновесия сразу встретилась с очень и очень серьезной критикой. Было показано, что во многих случаях виды изменялись постепенно. Было показано, что во многих случаях палеонтологическая летопись действительно не полна. А главное, что было показано, это то, что традиционные механизмы синтетической теории эволюции можно вполне объяснить все те явления, которые с точки зрения прерывистого равновесия могут быть объяснены только этой теории. То есть классическое понимание эволюции, предложенное Фишером и его последовательствами, позволяет объяснить и относительную стабильность токсионов и быстрое их образование, тут совершенно не нужны механизмы, которые постулируют Гулк и Эндридж. То есть есть правильные теории, есть ошибочные теории, а это получается теория просто лишняя. Она не вводит ни одного принципа, который действительно необходим. Все можно объяснить и без них. Поэтому, скажем так, последние годы популярность теории явно идет на убыль, хотя остается достаточно много в нее сторонников. Вообще, я думаю, что надо быть благодарным Гулду и его сторонникам хотя бы за пропаганду идеи эволюции. Гулд был отличный популяризатор, отличный публицист, отличный пропагандист. И во многом именно с его активной деятельностью связана популярность идеи эволюции в современном западном обществе. А это не так мало в тех странах, где финансирование науки зависит от налогоплательщиков. Не знаю, у меня немножко другой бэкграунд, мне как-то немного шокирует, когда науку рекламируют такими же способами, которыми рекламируют стиральные порошки, но это работает. И пусть эволюционизм, который защищал гул, мне кажется очень примитивным и не очень убедительным, но тем не менее это, безусловно, и интересная концепция, и она сыграла свою немалую роль. Вообще же все концепции мутационизма и близкие, в них есть некая недоговоренность. Потому что, ну, допустим, новый признак возникает путем макромутации. Каким образом он станет приспособительным? Каким образом жить с этим признакам? Если мы будем предполагать, что для того, чтобы он закрепился, нужно естественный отбор, то непонятно, чем тогда наша теория отличается от традиционного дарьянизма. Если это делается без отбора, надо в явном виде постулировать какой-то механизм. Никаких механизмов кроме ламарковских пока никто не предложил. Поэтому теории мутационизма, они как бы зависают в пространстве между дарвинизмом и ламаркизмом, и нередко мы видим, как сторонники тех или иных теорий постепенно переходят на позиции или ламарковские, или дарвиновские. Пожалуй, единственная из теорий подобного рода, которая свободна от этого недостатка, это теория нейтрализма, предложенная японским генетиком кеморьями. Мне кажется, что это одна из самых интересных эволюционных теорий, предложенных в течение XX века. Более того, я рискну сказать, что это единственная серьезная альтернатива дарвинизму, которая была предложена за последнее десятилетие. суть теории такова. Кемура объясняет адаптивные процессы прогресс строго по-адамбиновски. То есть, адаптация – результат естественного отбора. Однако, с точки зрения Кемуры, далеко не все изменения являются адаптивными и вообще имеют какое-то отношение к процессам адаптации или прогресса или чего-либо подобного. Большинство изменений совершенно нейтральны. Мутантная особь ничем принципиально не отличается от ее предковой. То есть, мутация меняет признак, но меняет его совершенно на равноценное. Ну, в принципе, да, если мы изучим полимонтизм основных белков, то мы убедимся именно в этом. Известно, например, что гемоглобин у человека представлен где-то примерно тремястами альтернативных вариантов, при этом доминирует один вариант гемоглобин А, и есть множество других вариантов, которые ничем принципиально от гемоглобина А не отличаются. Они выполняют функции не хуже и не лучше, чем гемоглобин А. Ну, есть еще гемоглобин С, который, по крайней мере, имеет определенное преимущество, поскольку обеспечивает некоторую резистентность против малярии. Он, наверное, поддерживается отбором в странах, где малярия остается серьезной болезнью. А динамика всех остальных вариантов это чистый генетический дрейф. Случайное блуждание, случайное изменение частот. Может, какой-то ген случайно зафиксировался, может, случайно потерялся. Вот с точки зрения кемуры, подавляющее большинство эволюционных изменений, это как раз вот это случайное облуждание. Эволюционная замена признаков на равноценные признаки. Это неадаптивно. То есть, прежний признак был адаптивный, и новый признак адаптивный. Просто замена признака никак на адаптацию не влияет. Новый признак ни хуже, ни лучше, чем предыдущий признак. Концепция кемуры прекрасно обоснована данными молекулярной биологии и генетики. Кроме того, она обоснована блестящим математическим анализом. Я думаю, в плане математической обработки данных кемура является одним из лидеров современной биологии. Тем не менее, современное развитие науки показало, что он несомненно преувеличил распространенность и значение нейтральных процессов в эволюции. Они, безусловно, имеют место, просто они не настолько распространены, как казалось им. Во-первых, современные методы позволяют выяснить по анализу первичных последовательностей биополимеров, как изменялся биополимер путем отбора или путем генетического дрейфа. И эти методы показали, что во многих случаях изменение было именно адаптивным, именно происходило под действием естественного отбора. Ну, как это можно показать? Существует много способов простой и самой надежной сравнить эволюцию кодирующих последовательностей и не кодирующих, скажем, динамику замены нуклеотидов в их зоне и в интроне. Там, откуда идет считывание, и там, откуда не идет считывание. Есть и другие способы, и они позволяют выявить действие естественного отбора. Вот, например, есть такой ген FOX-B2, который обеспечивает, вернее, кодирует белок, который обеспечивает связь между нервными окончаниями и мышцами в звукопроизводящем аппарате. То есть, это ген необходимый для развития вокализации. У млекопитающих он очень консервативен. Практически у землеройки, у коровы, у трубкозуба, у слона, у собаки практически этот ген не отличается. Но есть два исключения. Первое исключение это линия, которая ведет к человеку, где произошли очень заметные изменения. И второе это линия, которая ведет к рукокрыму, где тоже произошли очень заметные изменения, и это понятно. Изменялись те, для кого выживание четко зависит от точности воспроизводства звуков. Кому-то надо с помощью звуков общаться, кому-то надо с помощью звуков обеспечивать их аллокацию. Очень много данных подобного рода данных, анализы полных геномов. То, что стало основным направлением молекулярной эволюции в последние десятилетия. Первым объектом таких исследований стало хрестоматийный объект генетики дрозофила. Так вот, полное геномное исследование показало, что где-то порядка 19% генов как минимум эволюционировало под действием естественного отбора. Это про остальные 81% пока не ясно. Но это явно не формирование разнообразия чисто нейтральным путем, как считал Кимбор. То есть, в данном случае принцип естественного отбора явно представляется более продуктивным. Сам по себе анализ очень интересен. Работа Бигана, где это описано, наверное, слишком сложная, но есть подробное популярное изложение Ора, да еще на русском языке его можно найти в журнале «В мире науки». Там подробно описано, как современная наука позволяет анализировать естественный отбор. Но это на уровне отдельных видов. На уровне полигенных морфологических признаков мы видим в принципе то же самое. Хант провел анализ 250 палеонтологических рядов форм. Ну и у него получилось, что где-то 5% изменялись путем направленного изменения, а остальные 95, ну примерно поровну, это были или стазис, или случайный древик. 5% это по-видимому все-таки движущий отбор, если мы не будем вспоминать концепцию о победе духа над материей. Так что судя по всему теория нейтрализма в чистом виде все-таки является ошибочной. Тем не менее я думаю, что математический аппарат разработанный Кимурой вошел в золотой фон науки об эволюции. Более того, представление о нейтральности любого изменения должно быть рабочей нулевой гипотезой в любом эволюционном анализе. То есть мы должны принимать модель Кимура в качестве рабочей гипотезы и доказывать является ли изменение адаптивным. Если доказали хорошо, если нет, значит адаптивность не доказана, надо исходить из принципов Кимура. И наконец последняя группа теории, это теории дарвинизма или селекционизма. В последнее время считается очень модным избегать слово дарвинизм и говорить селекционизм, ну, вроде, потому что наука объективна, она избегает культа личности, она свободна от таких вещей. Ну, не знаю, насколько это целесообразно, по-моему, таксономией принято называть таксоны или по характерному признаку, или по типичному объекту. Можно сказать пластинчатоплювы, можно сказать гусеобразные. И так, и так правильно. Я бы даже сказал, гусеобразные даже более точно, чем пластинчатоплювы, поскольку упала беда, и все-таки пластин на плюве нет, у них плюва обычного строения. Да, это я к тому, что я не вижу никакой беды, потому что мы используем дарвинизм и селекционизм как синдром. Ну, в принципе, дарвинизмов тоже было много. Еще в XIX веке было предложено несколько классических версий дарвинизма, в частности, версия самого Дарвина, версия Гекеля, которая исходила из компромисса между дарвиновскими и ламартовскими и принцами, версии Уоллеса и Вейсмана, которые, наоборот, исходили из полного отрицания ламартовских факторов, ну, и ряд других. Самое интересное, наверное, идея не дарвинизма, идея Вейсмана, ну, последователей, собственно говоря, у него практически не было. Все лучшее, что было в Вейсманизме, унаследовала синтетическая теория эволюции, ну, а некоторые ошибки, ну, я даже, мне сложно назвать, я, есть такой австралийский иммунолог по фамилии Стил, он в свое время предложил весьма экстравагантную эволюционную концепцию, которая основана отчасти на дарвиновской ошибочной теории пангенеза, отчасти на Вейсмановской ошибочной идее зачаткового ангола, то есть умудрился у двух гениальных ученых найти именно ошибочные точки зрения, выдвинул такую теорию, но каким-то странным образом назвал это возрождением лавархизма. Ну вот это такой оригинальный есть исследователь. Вот как я уже рассказывал, где-то в 30-х годах сложилась современная версия дарвинизма, которая получила название синтетическая теория эволюции. Название может не очень удачное, потому что не очень подчеркнута дарвинистическая сущность этой теории, но это так, что даже я видел, как задают вопросы на экзаменах, типа чем отличаются взгляды дарвина от синтетической теории, но это все равно, что спросить, чем отличаются прикопитающие от позвоночника. На самом деле, но с другой с ним очень точно подчеркнут логическая основа этой теории. Синтетическая теория это дарвинизм, положенный на язык генетики. Это дарвинизм, который описывается в терминах генетических преобразований. Основой его стали математические модели, которые показали применимость к эволюционным данным медалевской генетики. Это прежде всего работы Фишера, Холдейна и Райтера. Потом было показано, что эти модели очень хорошо соответствуют реальным данным. Больше всего, конечно, работали на дрозофилах, это школа Четверикова в Советском Союзе, школа Добжанского в Соединенных Штатах, школа Тимофеева-Рисовского в Германии. Короче говоря, выходцы из Советского Союза в основном лидировали в решении данной задачи. И, наконец, на следующем этапе было показано, что не только популяционно-генетические данные, но и данные других биологических наук отлично укладываются в этот синтез. В частности, данные биологии развития, это работы прежде всего Хаксли, Шмальгаузена, Уодингтона, данные палеонтологии, это прежде всего показано было Симпсоном, и данные систематики. Это показано тем же Симпсоном и Майером. В результате получился весьма разработанный весьма глубокий синтез, который остается лидирующим современной науке об эволюции все последующие 80 лет с того времени, как он окончательно сформировался. Дальнейшее развитие. Тут есть несколько направлений. Во-первых, все более и более широкое использование данных молекулярной биологии. Я бы сказал, что во многом благодаря молекулярной биологии современный дарвинизм стал обоснован настолько хорошо, насколько он сейчас обоснован. Далее, дальнейшее усложнение математического аппарата. Использование теории игр, использование сложных математических моделей. И, наконец, очень важно, это приложение этого аппарата все более и более сложным признаком. Ранние сторонники синтетической теории работали в основном на отдельных генах. То есть изучалась динамика отдельных генов популяции. В какой-то мере, как какое-то упрощение допускалось, что всю эволюцию можно описать как эволюцию вот такой совокупности самостоятельных генов. Это такое упрощение, которое получило название генетика мешка с бабами. Это упрощение принято очень жестко притиковать, хотя я не думаю, что это так уж правильно. Ведь на уровне организма действительно все гены взаимодействуют, и мы не можем разделить отдельные эффекты. Но ведь передаются это следующим поколениям гены по отдельности как дискретные факторы. То есть динамика из поколения в поколение она все равно основана на дискретных генах, и нам вполне целесообразно изучать отдельные гены. Поэтому я считаю, что генетика мешка с бабами это весьма разумное и допустимое упрощение, если относиться именно к рабочей модели, а не к истине на все века. Но в любом случае, безусловно, настоящая теория эволюции должна объяснять эволюцию сложных структур, таких как те, которые изучают ворфологи, физиологи, эритологи. Здесь очень важны были методы геометрической генетики и приложения к эволюционисту. Кимура в свое время, помимо разработки теории нейтрализма, еще предложил очень хорошую схему того, как можно изучать эволюцию полигенно-детерминированного признака. В дальнейшем эта схема была использована многими авторами, прежде всего ланды для разработки более или менее интересных моделей. И сейчас это направление очень интенсивно развивается. Мне кажется, что как раз на этом пути можно найти объяснение того, как эволюционируют по-настоящему сложные структуры. Часто говорят о каком-то новом синтезе, который придет на смену синтетической теории эволюции. Честно говоря, я не вижу необходимости в таком синтезе. Прошлый синтез стал необходим, потому что было объективное противоречие между дарвинизмом и генетикой. Это противоречие удалось снять в результате нового синтеза. Но сейчас я, честно говоря, не вижу каких-то особых данных, которые бы противоречили, чтобы какая-то наука привела к результатам, которые явно противоречили бы синтетической теории. Поэтому я вполне допускаю, что дальнейшее развитие теории эволюции будет происходить в рамках именно синтетической теории. Без нового синтеза. Наверное, будем потихоньку закругляться и делать некоторые выпады. Я хотел бы подчеркнуть, что, возможно, это было видно из моего доклада, что на разработку многих теорий очень повлияла специальность авторов. то есть генетики разрабатывали теорию мутационизма, палеонтологи разрабатывали теории с одной стороны телеогенеза, с другой стороны теорию прерывистого равновесия. Среди механоламаркистов большинство были экологами и физиологами и так далее. Это связано с разнообразием эволюционных теорий. Ведь, что там ни говори, а биология это очень разнородная наука. Сплошь и рядом в разных разделах биологии используются совершенно разные методы, и представители этих разделов просто не понимают друг друга. То есть биологи, генетики не понимают зоологов и ботаников, зоологи, ботаники не понимают генетиков, и каждый в своей области разрабатывает собственную теорию эволюции, которая оказывается в полном противоречии с теориями, которые разрабатывают в других направлениях. Пожалуй, только дарвинизм свободен от подобной односторонности, просто потому, что он изначально развивался именно на основе синтеза данных разных наук. но если мы говорим о такой односторонности, то обратная сторона этого это то, что по сути нет полностью правильных и полностью ошибочных теорий. То есть большинство теорий, которые нам кажутся сейчас ошибочными, основаны на преувеличении значения таких процессов, которые безусловно реальны и играют свою роль в эволюции. То есть те принципы, которые казались раньше противоречащими всем существующим взглядам и теориям, потом оказываются, потом удается встроить в единую концепцию, в стадии чего концепция становится все лучше и лучше обоснованной. Поэтому происходит как бы интегрирование наших знаний, формирование новой все более и более развитой системы, и тут исключительно ценные дискуссии и постепенное согласование позиций. Поэтому, товарищи, учитесь у классиков, изучайте, как они работали, двигайтесь в том направлении, в каком двигались они, но и не абсолютизируйте их вклад, пытаясь разобраться и то, в чем они правы и в чем они ошибались. Моя лекция закончена, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я тут думала, что у людей будут закопились, как или иначе, у меня, например, закопились. Поэтому, кто желает что-то спросить, иначе. Пожалуйста, Игорь Игоревич, или я в чьего-то не разобрал. Вот, вы говорили про рибозимы, что их наблюдают якобы только в лабораторных условиях. Разве они не существуют в природе и проходят? Нет, тот рибозим, который построил Насимод, он чисто искусств, его в природе нет. А, в принципе, они, конечно, есть. Понятно. То есть, я просто хотел подчеркнуть, что само по себе то, что этот механизм работает, это само по себе интересно, но, тем не менее, это не не отметает того факта, что в природе этого пока никто не наблюдал. Понятно. Еще вопрос. Скажите, пожалуйста, а возможно ли такое, что в эволюции имеются разные механизмы? То есть, скажем, одна группа организмов движется в каком-то, ну, развивается благодаря каким-то одним механизмам, а другая группа благодаря каким-то отличным этому механизму? или... Да, да, я бы не сказал, что механизмы очень отличаются, но в некоторых деталях действительно отличия есть. Ну, например, скажем, полиплоидия очень характерна для эволюции растений, у животных ее роль гораздо меньше. С другой стороны, скажем, какие-то адаптивные модификации морфологические формировались интенсивно у растений, тогда как у животных, особенно у позвоночных скорее формировались поведенческие экологические модификации. То есть в некоторых деталях различия действительно существуют. Есть очень важное различие в том, как действует, скажем, как происходит вымирание и как действует естественно отбор. В принципе, интенсивность отбора у продвинутых организмов по-видимому лучше, чем у прохариот, например, когда... Ну смотрите, вот высыхает лужа и сразу гибнет множество отличных, прекрасно приспособленных прохариотов. И у них нет никакого шанса спастись. Какая-нибудь личинка насекомого может еще когда-то успеет переползти в другую лужу. А насекомые перелететь. Да. А они действительно гибнут или переходят в стадию покоя? Как еще больший вопрос? Ну, опять-таки, кто-то может перейти в стадию покоя, а кто-то еще не может. Не у всех есть такая стадия. А можно 13 слайд? Сложно, потому что меня немножко потряс. Вот там матрица и продукт. На матрице ДНК возможно образуется белок. Насколько я знаю, это получено в лабораторных условиях. На каких-то вирусах. Поэтому там же стоит плюс-минус, что этот механизм очень нетипичный и очень нестандартный. Наверняка нет в природе. Я допускаю, что у каких-то вирусов может быть. Очень страшно. Я согласен. иногда очень страшно. Просто вирусы у них все, по-моему, может быть. Что не запрещено за фронтами природы. 17 слайда еще. Нет, я тогда ошибся. А какая тема? Нейтрализм. Чуть дальше еще. Вот, да, 18, я ошибся. Тут описывается результат whole genome sequencing о том, что как минимум 19% генов эволюционировали под действием отбора. Там, где опровергнута нулевая гипотеза достаточно струкла. Да, вот в том тоже дело. То есть, насколько я так поверхностно представляю себе, исследование проводится так, что есть нулевая гипотеза, которая говорит о том, что у нас нейтрально изменяются последователи. Совершенно верно. то есть, фактически, теория нейтрализма, она как бы и принята здесь как исходная, ее надо опровергнуть. Опровержением нулевой гипотезы будет изменение генов не нейтральных, а какое-то закономерное, да, тем или иным образом. Но почему надо говорить, что это обязательно по действиям отбора? Естественно, если мы принимаем, что у нас есть две альтернативы достойные, нейтрализм и селекционизм, то да, у нас как бы нет третьего выбора никогда. Но если мы думаем о том, что какие-то еще из перечисленных гипотез где-то играют роль, а, например, существуют, опять-таки, можем вернуться к надежной, хорошей теории нейтрализма, например, есть механизм конверсии генов, да, когда АТ-связи переходят в сторону ГЭЦ-связи, то здесь есть такие работы, которые показывают, что вот это направленное изменение, оно всего-навсего описывается просто другим нейтральным механизмом. То есть, почему обязательно мы говорим, что это отбор, ну, в глобальном смысле, не для данной конкретной работы, а в глобальном смысле? В глобальном смысле существуют какие-то определенные механизмы проверить гипотезу о том, что это был именно отбор. Ну, скажем, соотнести изменения с теми или иными адаптивными событиями. То есть, такой путь, в принципе, существует. Он существует, но это полочитом сиквенсом, я думаю, никто этого не делает. тем не менее, если мы знаем, что, скажем, один вид, я говорю сугубо условно, что если один вид живет в более холодных условиях и его варианты полимеров являются более термостабильными, то это тоже о чем-то говорит. То есть, в принципе, такой путь допускается. что касается конверсии и других процессов, то тут действительно это интересно, но мне кажется, что это скорее должно быть источником изменчивости, чем самым по себе результатом эволюции. Ваша типизация четыре основных вида концепций позволяет отнести к одной из них любую эволюционную? Мне кажется, что да. Хотя, ну, скажем так, мне неизвестна теория эволюции, которая не относилась бы ни к одной из этих четырех групп, хотя, почему бы и нет. Какой из них вы относите концепцию Кропоткина? Дело в том, что у Кропоткина, строго говоря, не было никакой концепции. У него была мысль о том, что эволюция не может идти путем борьбы за существование. Эволюция должна быть основана на взаимопомощи. Но как она идет на основе взаимопомощи, как изменяются признаки, происходит сам процесс, этого у него просто не было. То есть, мне кажется, Кропоткин это весьма интересный критически мыслящий автор, который... Я не просил оценку его вообще. Я просто объясняю, но он не является разработчиком. Он скорее поставил вопрос, чем дал ответ. То есть, мне кажется, что там нет просто концепции. Но если предположить, он подразумевал наличие ответа именно такого, которое заложено в названии его работы, в связи с этим, какой бы вы поднесли из этих четырех? Я думаю, что скорее всего что-то вроде генетогенеза, то есть, активность особей только не путем упражнения органов, а путем упражнения в сотрудничестве. Но это скорее мой домысел, поскольку явно в виде этого у него нет. Еще, если можно, другой вопрос. Не концептия, а конкретные факты. Упомянутая вами полиплоидизация как путь видообразования именно не как концептия, таких теорий нет, которые вам соблютизировали, пожалуй. Реальный факт образования видов на основе полиплоидизации какой из концептий наиболее соответствует? Реальный факт образования видов на основе полиплоидизации наиболее соответствует, на мой взгляд, четвертой группе селекционизма, поскольку полиплоидизация дает огромное увеличение материала, которое может далее быть использовано естественным отбором. Как пример вспомню про две повторных полиплоидизации, которые увеличили число генов у древних предков позвоночных в четыре раза, что дало огромный материал для будущей прогрессивной эволюции. То есть полиплоидизация, на мой взгляд, это очень своеобразная форма мутации. Это материал, который далее используется естественным отбором. А по третьему параметру вашей типизации? Я вполне допускаю, что можно попробовать разработать теорию, согласно которой полиплоидизация может приводить к созданию новых видов без всякого отбора. Я сам не придерживаюсь этой концепции, но думаю, что это вполне допустимая логика мышления. Почему я не придерживаюсь этой концепции? Потому что нового вида образовавшегося путем полиплоидизации гены в принципе те же самые, что и у предкового вида. У него та же самая информация. То есть возможно он где-то как-то соответствует виду по критерию несплещиваемости с предковым видом, хотя для растения это далеко не очевидно, но он не соответствует по всем остальным критериям. Он занимает ту же экологическую нишу, он имеет те же самые признаки, но может чуть-чуть крупнее. Поэтому мне кажется, что концепция мутационизма на основе полиплоидии вполне возможна, но мне кажется гораздо более логичным, гораздо более правомерным рассматривать полиплоидии просто как одну из форм образования. Сначала накапливаются изменения, потом в конце полиплоидии спрашивают. Сейчас я скажу про полиплоидию. Потом возникает изоляция, а при полиплоидии сначала возникает изоляция, потом накапливаются генетические изменения. В любом случае процесс видообразования является достаточно длинным. сложный процесс, потому множество эволюционных теорий, существование этого множества заключается в том, что этот сложный процесс, под названием эволюция, каждый из индивидуумов, каждый из гениальных ученых описывает за счет выдвижения какого-то одного фактора эволюции и, так сказать, выравнивания или игнорирования или абстракционирования всех остальных или факторов или проявлений или, ну, скажем, составляющих самого процесса эволюции. И, судя по всему, даже по вашим схемам, классификации, в общем-то, там все это видим, подтверждается. Ну, и очень интересные продвижения и очень интересные концепции. Далее. если говорить о том, что даже финализм имеет какое-то рациональное зерно, безусловно, имеет, фактически финализм это абсолютизация идеи направленности эволюции, идеи наличия каких-то ограничений на эволюционный процесс. Эта направленность, безусловно, объективно существует, это действительно реальное природное явление. И изучая его, пусть даже выводя его за пределы какого-то разумного контекста, финалисты в огромной степени способствуют познанию эволюции. Поэтому я считаю, что это исключительно интересная теория. При всем моем критическом отношении я всегда с огромным интересом изучаю работы финалистов, именно потому, что они в огромной степени и очень интересно ставили вопрос о направленности эволюции. Далее. По поводу того, что каждый исследователь настаивает на каком-то своем факторе и строит эволюцию, исходя из одного этого фактора. Что греха доить, есть такое. То есть, ну, фактически даже те теории, о которых я говорил, мутационизм, это можно считать на абсолютизации идеи мутаций, взгляды Бетсона, идеи гибридогенеза, взгляды Берга или Копа, абсолютизации направленности эволюции, взгляды позднего Уоллеса или Вейсмана, абсолютизации принципа отбора, ну и так далее. Я практически как-то могу так проинтокритировать. Мне кажется, что по-настоящему серьезная теория эволюции должна избегать такой абсолютизации, надо изучать мир во всем его разнообразии. И если говорить о тех теориях, которые я описывал, то мне кажется, что наилучшие возможности для этого предоставляет четвертая группа концепций. То есть, концепции дарвинизма именно в силу того, что принцип естественного отбора позволяет опосредовать влияние всех остальных факторов эволюции. То есть, есть принципиальная возможность изучить, как влияет тот или иной фактор, при этом сам принцип отбора дает общую знаменацию того, как это влияет на эволюционирующую популяцию. Ну, исходя из этой мысли, которая, я думаю, достаточно спорная и не уверена, что все коллеги со мной согласятся, это само по себе является ответом на ваш последний вопрос, как вы группы концепций придерживаясь и на. Не просто объединить, а построить единую целостную систему, где каждый найдет свое место. То есть, тут речь идет именно о логической конструкции, а не просто объединении. Попытки такого объединения предпринимались. Был такой ученый по имени Людвиг Платte, это был виднейший дарвинист начала 20-го века. Он считал, называл свою концепцию ортодоксальный дарвинизм. Не знаю, как может ученый хвастаться своей ортодоксальностью, но допустим. Логика ортодоксальности такая. Вот есть неоломаркисты, они признают наследование приобретенных признаков и отрицают отбор. Есть неодарвинисты, они признают отбор, отрицают приобретенные признаки. А вот он оплатит. Ортодоксальный дарвинист, он признает и то, и другое. Теория его практически забыта. Наука пошла совсем другим путем, и книги его читать, честно говоря, до неимоверного скучно. Хотя надо признать, что в ранние годы Советского Союза, когда мы дружили с Германией, платы у нас были очень популярны, его постоянно у нас издавали, и по-моему некоторые его более чем сомнительные идеи потом уже без упоминания авторства воспроизводились без упоминания, потому что он потом стал фашистом, и о нем просто не сильно упоминали, воспроизводились из учебника в учебник, и до сих пор можно прочитать про три формы борьбы за существование, борьба с условиями среды, борьба с внутривидовая и межвидовая и ряд других более чем сомнительных идей платы. На мой взгляд, это путь, такой политический путь все включить, и чтобы ничто ничему не противоречило, он может дать какой-то временный успех, но это не путь создания действительно серьезных теорий. Серьезная теория создается путем творческой переработки и создания аналитической обвинения. Аналитическая, конечно. Ну так, куда-то я еще могу спросить, понял, какой-то вопросик. Вы упомянули генетические концепции, да? Вы имеете в виду Жерихина и подобные. То есть перестройка экосистемы, которая меняет направление отбора украшения. Ну, поговорят так. Ну, то есть суть и концепция, если я правильно понимаю, что сукцессия это вроде антогенеза экосистемы, а филоценогенез это вроде эволюции экосистемы, которая, естественно, дает рамочные условия для эволюции организма, которые находятся в этой системе. Это весьма, на мой взгляд, интересные и перспективные концепции. Как Вы считаете, этот филоценогенез, по-моему, он салькционизму не противоречит. А как Вы считаете? Я думаю, в принципе, насколько я себе представляю взгляды Живихина, они ближе всего к таким умеренным формам салькционизма. Что-то может вроде прерывистого равновесия или что-то в этом рода. То есть, мне кажется, что даже в стабильных экосистемах все-таки есть какие-то возможности для направленной эволюции, а в нестабильных тоже все идет не совсем так, как описано. То есть, нет такого жесткого противоречия между когерентной и некогерентной эволюцией, как об этом пишут Живихин и его сторонники. Но мне кажется, что это вполне преодолимое противоречие и я думаю, что без разрушения концепции тут можно доработать эту концепцию. Спасибо. Предыдущий кадр можно? Движущие силы эволюции и источники изменения в чем различие? Источник изменения в принципе не обязательно обладает направленностью. Это может быть сырой материал, который требует переработки. Например, с точки зрения селекционизма источником изменения являются ненаправленные мутации, а движущей силой является естественный отбор. То есть, это различие такое. В некоторых концепциях это совпадает. тогда с другой стороны, с какими из четырех основных концепций совместим эктогенез, отбор и Продолжение следует...